Совсем недавно я выстроил на своем канале голосование, где я предлагал зрителям самим выбрать тему для нового выпуска, которая им будет интересна. Большинство проголосовали о насущном, пути и возможности экономического взлета Армении. Я не хочу и не буду загружать вас заумными графиками, данными аналитических агентств с экономическими показателями Армении. В этом видео предлагаю вместе порассмыслить над тем, какие очевидные, при этом не фантастические возможности есть у Армении для существенного экономического роста. Просьба всем писать в комментариях свое мнение, исправлять меня, если я в чем-то буду неправ. Также я хотел бы узнать, что вы делаете для благополучия нашей Родины. Это может быть все, от ведения бизнеса и создания рабочих мест в Армении до перевода из зарубежа денег своим близким. Ведь даже эти средства потом тратятся внутри Армении и влияют на ее экономику. Начнем с того, что у Армении нет привычных возможностей других стран. Нет нефти и газа, как у Персидского залива или России. Нет моря для развития пляжного отдыха и туризма. Нет успешных соседей, как у маленьких Лихтештейна или Сан-Марина, которые могут развиваться благодаря Австрии, Швейцарии, Италии или других развитых соседей. Что тогда есть? Для начала нужно посмотреть на экономику Армении сегодня. По итогам 2022 года отмечается рост ВВП на 13%. При этом Минфин не скрывает. Достичь этого удалось благодаря большому количеству релакантов из России. Важно отметить, что абсолютное большинство из них — люди молодого возраста, с высшим образованием, уже освоившие некие специальности. Среди них много представителей IT-индустрии. Нужно пользоваться этим. Создавать условия для еще большего притока россиян, давать им площадки для развития бизнеса, по возможности освобождать от налогов или снижать их, но при этом с обязательным условием. Компании должны создавать новые рабочие места, изъятые налоги вернутся в виде кэшбэка только через год после функционирования на территории Армении. То есть надо и поощрять приток новых людей, но и создавать условия, чтобы они здесь закрепили свой бизнес. Они использовали нас как перевалочный пункт для переезда в более благополучную страну. Естественно, чтобы бизнес хотел оставаться в Армении, нужно уменьшать бюрократическую волокиту, делать прозрачную налоговую систему, независимую судебную систему. Приятно, что положительные подвижки в этом направлении уже заметны. Я также приветствую инициативу властей, по которой за инвестиции в экономику Армении можно по ускоренной системе получить армянский паспорт. Напомню, что для этого нужно соответствовать одному из ниже перечисленных критериев. Властям нужно сделать ставку на IT-индустрию, максимально воспользоваться компетенциями прибывших российских кадров, чтобы поднять уровень собственных. Цены на нефть могут упасть, туризм из-за очередной пандемии может быть ограничен, сельхозпродукция сильно зависит от колебаний погоды. Да и нет у Армении таких больших площадей для посева, чтобы много зарабатывать на сельском хозяйстве. А вот IT-индустрия способна развиваться и давать прибыль при любой погоде, цене на сырье и тем более пандемии. Очевидно, что будущее за высокими технологиями. Армянская молодежь образована, владеет русскими и английскими языками. Нужно активно завлекать их в айти, вкладывать деньги в центры для их обучения. Например, в Лорийской области в деревне Тибет есть школа, созданная частными инвесторами, где детей из близлежащих сел учат программированию, дизайну, маркетингу, агротехнологии и еще много чему. Это идеальный пример развития провинции благодаря вкладу в науку и технологии. Только возлагать его нужно в первую очередь на плечи государства, а не частных бизнесменов-патриотов. Тот же бонадор в Лорийской области можно было бы обозначить свободной экономической зоной, чтобы завлечь сюда перспективные стартапы. Я уже оговорился, что в Армении из-за отсутствия моря невозможно развить пляжный туризм, наподобие Турции или Греции. Представьте, что к вам приехали друзья из России или Америки и хотят увидеть Армению. За пределами Еревана, что вы можете им показать? Подозреваю, что что бы вы ни показали им, это будет связано либо с едой, либо со старинными церквями, либо с красивой природой. Это, конечно, замечательно, но вкусно поесть можно и в Ереване. А постоянное посещение действительных величественных церквей может утомить даже интересующихся этим пенсионеров, не говоря уже о молодых людях. Почему бы не развивать так называемый экстремальный туризм? Приведу пример. Я с друзьями захотел сходить на рафтинг. Это спортивный сплав на горной реке. Можете погуглить, сколько мест для рафтинга в Армении. Всего одно. На реке Депет все в той же лоре. И это на всю республику. Мы называем себя страной гор, при этом у нас совершенно не развит альпинизм. Нужно активно рекламировать восхождение на рогат и другие наши высоты. Такие услуги, конечно, есть, но ответьте себе честно. Часто ли вы слышали о них? А много ли вы знаете мест в Армении для вейкбортинга, не считая Сивана? Наверняка многие из вас даже не знают, что это такое. А ведь для вейка достаточно даже небольшое озеро, которое можно найти в любой области Армении. Также нет ничего постыдного, чтобы учиться на примере более успешных туристических держав. Взять ту же Турцию, где в регионе Каппадокия есть замечательная традиция. На рассвете запускать десятки воздушных шаров, полет на которых начинается с 250 долларов. Наверняка вы видели эти кадры в соцсетях блогеров и в брошюрах туристических агентств. Люди с разных концов света планируют свое свадебное путешествие именно в Каппадокии, чтобы сделать красивые фотографии на воздушном шаре, в лучах восходящего солнца, и потом выложить это в свой инстаграм. Согласитесь, было бы замечательно иметь что-то наподобие этого в Армении, и весь принципиально ничего не мешает этому. Стоит несколько слов сказать и об использовании потенциала армянской диаспоры. К сожалению, они вспоминают только, когда нужны деньги. Я вообще считаю, что к диаспоре в Армении относятся очень неуважители. Всем известно, что армян из России чуть ли не предателями считают за их пассивное участие в контексте армян-российских отношений, как будто они могут на что-то повлиять. А армян США и Ближнего Востока считают скупыми, как будто они обязаны щедро давать деньги любому незнакомому армянину. Про постоянные попытки таксистов и продавцов на базаре кинуть на деньги своих же земляков из диаспоры, я вообще молчу. Но речь не об этом. Чтобы диаспора была заинтересована вкладывать как можно больше денег в Армению, нужно привлекать их к развитию страны, а не просто выкрашивать деньги. Для этого нужно давать особые преференции в виде налоговых льгот при крупных вложениях. Также стоило бы им давать административные должности, даже с учетом того, что эти люди являются гражданами другой страны. Я вообще не понимаю, почему того же Кирка Коркуяна, который так много сделал для Армении, нельзя было на закате его жизни завлечь в Армению. Дать ему в пользование какое-нибудь село, назвать его честь это село в обмен на масштабное вложение в него. Он бы тогда ко всему этому относился как к своему наследию. К тому же сам бы занимался развитием села. Сегодня можно то же самое предложить пожилым богатым армянам диаспоры, которые отошли от дел, имеют много свободного времени и могли бы согласиться вложить часть своих средств в одно из сел в обмен на переименование в свою честь и создание своего рода исторического наследия. Тех же Джерард Кофещан или Эдуард Уернекян можно было бы уговорить на такой шаг, и если опыт был бы успешным, его можно было бы повторить с другими состоятельными людьми диаспоры. Конечно, все села нельзя переименовывать, особенно те, что имеют исконно армянское происхождение, но навряд ли жители условного Гюла Карака отказались бы от резкого улучшения качества их жизни в обмен на переименование села на Кофещан. Безусловно, для экономического процветания нужна в первую очередь безопасность государства и его граждан. Но в данном видео я не хотел поднимать политические вопросы. Конечно, все примеры, что я привел, всего лишь идеи, основанные на моем субъективном мнении. Вполне допускаю, что я ошибаюсь и все это глупости. Поэтому прошу вас в комментариях ниже написать свое мнение и ведение экономического развития Армении, желательно на конкретных примерах.